В День Народного Единства в Иванове центральным местом праздничных событий стала Площадь Победы. По разным оценкам сюда пришло от 3 до 5 тысяч горожан, чтобы посмотреть церемонию открытия памятника Георгию Победоносцу. Торжественное мероприятие началось с приветствия первых лиц города и области. Мы открываем площадь, которая действительно стала площадью и может называться площадью, площадью посвященной всем героям Ивановца, которые сражались за свободу нашей Родины, погибали за нашу Родину, во все войны, но в первую очередь, конечно, во время Великой Отечественной войны. Памятник Георгию Победоносцу осветил митрополит Иванов Вознесенский и Вичукский Иосиф. Святой великомученик Георгий считается покровителем и защитником воинов. Монумент установлен в честь всех воинов-ивановцев, защищавших свою Родину и погибших на полях сражений. Жители Ивановской земли воевали за защиту нашей Родины на полях Куликовском, Бородинском. Они сражались под Полтавой, под Нарвой, они защищали Россию в Первую мировую войну. Наиболее тяжелые бои продолжались во время Великой Отечественной войны и жители нашего города с честью защитили нашу Родину. Во время церемонии открытия монумента ивановские кадеты осуществили закладку боевых гильз с землей, взятой с мест исторических сражений. Земля привезена из летней экспедиции «Связь временных поколений». Тогда ивановские кадеты посетили места сражений ивановцев в России и Белоруссии. Мы, конечно, побывали в тех местах, где 400 лет назад ополчение Мининского и Пожарского, пройдя по нашей территории, добивали поляков перед тем, как одержать победу в 1612 году. Мы привезли землю. Мы привезли землю с тех священных мест, где покоятся наши земляки. В летний период городской администрации на площади Победы были проведены работы по благоустройству. Уложена трутарная плитка, сделаны газоны, установлено уличное освещение. Сам монумент был создан без бюджетного финансирования, только на средства благотворителей. Установили памятник Георгия Бобедоносцу, не затратив ни одной копейки бюджетных денег, ни областных, ни муниципальных, а только лишь с помощью жертвователей, благотворителей, которые епархия смогла привлечь сюда. По мнению горожан, площадь Победы, хотя теперь и стала красивее, выглядит голой. Не хватает зеленых насаждений. Старые каштаны вырубили, новые деревья не посадили. Но городские власти обещают, что весной на центральной площади проведут работы по озеленению.